hi my students сегодня 8 февраля 2016 года день российской науки и в этот праздничный день кстати февраль 28 февраля исполняется 85 лет тому человеку тому ученому о котором я хотел сегодня вам рассказать это академик грузинской ссср и вере варламович прангишвили директор института управления проблем управления российской академии наук на протяжении многих лет он занимал должность зам директора фактически нес на себе поскольку директор был в основном представительской должности в то время а потом его назначили директором после соответственных событий на чернобыльской аэс где анализ вот показал что что основной из причин событий чернобыль в чернобыле были объяснены недостаточно надежной работой системы автоматики осуществляющие управление вот этой станции и обеспечение необходимую надежности контроля и безопасности надо сказать что какое тут проявили вы можете прочитать в википедии хорошая статья правда короткая она не все охватывает но вот друзья сотрудники института проблем управления если выйти туда на сайт они к 75-летию его опубликовали хорошую подробную статью с отзывами его коллектива о нем замечу что он был простой подросток мальчик из села диди отец у него занимал должность шахта шахтах работал и он поступил в электро технический политехнический институт по по специальности электротехника электроснабжение за их у него был диплом по обеспечить электроснабжение поездов но позже он попал в москву работал уже попал в аспирантуру кстати отличался отличным здоровьем с детства и занимался борьбой причем даже его когда он поступил в аспирантуру то хотели отчислить он пошел на соревнования по на области первенства московской области и там соревнования длились несколько дней руководство аспирантуры заволновалось и руководитель подал что давайте отчисляйте мне другого назначать аспиранта но руководство более высшее не притормозило этот вопрос и он приехал соревнований и ему пришлось выбрать либо спорт либо диссертацию он выбрал диссертацию спорт пришлось забросить то физкультурник как говорится оставался крепкий очень обаятельный человек я почему про него рассказываю потому что во первых я его встречал на конференциях лично это харизматический очень обаятельный человек и он большой поднял школу школу управления так называемую школу управления в реальном времени где это применяется это конечно применяется в основном в таких вопросах где много работает процессор вот у нас эвм раньше она работал на одном процессоре сейчас уже 48 но со процессоров работает на одной на одном кристалле осуществлять параллельную обработку вот такими вопросами занимался еще находясь в аспирантуре и у него была идея вот программу системы с перестраиваемой структурой которые состоят из множества однородных одинаковых процессоров которые могут быть по командам перестроены его под различные задачи исторически это сложилась идея в академии наук раньше для сложных задач используются аналоговые вычислительные машины и комплекса аналоговые чисто ну и там вы знаете такими программирование заключалась в расстановке скобочка потом эти скобочки заменили ключами ключам придумали значит программные механизмы получилась гибридная такая система гвс гибридные вычислительные системы и среды вот с этого и начинал прангишвили с решение вот таких очень сложных задач для другие практические цели это управление системами допустим антенных антенными решетками где тоже очень много однородных излучателей и приемников информации они и передают и для сканирования принимают для оценки целей однородную в каждом канале как соты вот пчелиные вот эти соты в каждой сотах каждый сота нуждается в оценке вот уровней фазы амплитуды фазы сигнала пришел приходящего для этого конечно нужен своеобразный микропроцессор а потом с выходом на общую систему обработку этой информации для анализа целей селектирования их по по скорости по дальности и по углам его расположение угла места и азимута вот такая вот сложнейшая задача на все он занимался вот такими средами многопроцессорными вычислительными управляемые единым потоком команд но это я вам говорил как-то в лекции от принципа общей шины при организации вычислительных сред и систем в своей работе вот в этой когда он соединял вот несколько этих процессоров обеспечивала параллельную работу он работал со многими научными школами в частности с новосибирском все же началось новосибирска у нас первое место начиная от еврея нова и косарева они создали первые систему распределён двух машин одна была в академии городке другая в новосибирском электротехническом институте и они были по каналу связи между собой связаны и выполняли единую задачу уже как мощная вычислительная такая среда и были разработаны для них языки специальные трансляторы чтобы они решали сложные задачи геофизические задачи военного назначения задачи проблемы проблемы дешифровки в частности вот еврей на фона был специалист дешифровки различного рода кодов и создание кода вот с этими учеными он и кроме того значит в части по части логики логической части мы с вами разбирали автоматы декомпозицию он встречался с закревским это академик белорусской академии наук который крупный специалист тоже в области минимизации логических систем который разработал метод минимизации логических автоматов вот в таком коллективе участвуют в этих конференциях на нескольких из них я был тоже к по однородному вычислительным среду в киеве в частности я его видел начале семидесятых годов на этих конференциях их было несколько тогда еще был жив академик глушков под его эгидой все это происходило видел я его выступление на одной из этих конференций и хотелось бы уже эта история как говорится начинала но с оригинальных сам разработок его была одна из работа когда он еще был здесь в аспирантуре он на гора на гораховецком полигоне устроил такой автоматическими электромеханические мишени для танковые чтобы они по случайным числам выскакивали перед перед танками чтобы можно было тренироваться стрельбе вот по таким по случайным целям быстро выскакивающим на определенное время и в другое время исчезающим вот это у него была такая работа и работа у него была еще по автоматизации штаба штаба войскового уровень штабной автоматизации и начиная с этой потом многоракуспособные машины и кончилось это все системы прангишвили там было выпущено около ста восьми ста восьмидесяти четырех вот этих комплексов много процессорных которые были снабжены уже выполняли конкретно широкий круг задач были снабжены транслятором с фортрана и использовались реально и в оборонной тематике и в геофизике в частности по расшифровке геофизических вот геофизической информации вот это вот машины значит фир когда вот эту систему они разработали то sd sdc cdc такая фирма есть фирмы cdc предложила ему организовать вот завод подмосковье пара по производству вот этих машин которые были ps2000 и потом уже одна ps3000 они перешли на правда ps3000 не пошли в такую серию уже было советская власть закончилась как говорится вот и на базе вот нпо импульс хотели создавать sds американская фирма ему предложила но тут с вами произошли холодная война вот это вот и все свернуты были связи и его такая вот мечта не осуществилась хочется отметить тоже вот кто в его коллектив ходил то такие ближайшие его сподвижники это пархоменко член корреспондента российской академии наук бабичевы зав лабораторию в институте проблем управления малюгин это его был первый аспирант он сейчас доктор технических наук жожа кашвили доктор технических наук работает в основу сирена амбарцумян доктор технических наук профессор мгту имени баумана абрамова доктор технических наук зав сектором лаборатории и пул и гнатущенко много статей у него с гнатущенко было доктор технических наук сейчас профессором в этой зав лаборатории 4 был и вот трахтен герцов который по гибридным средам гвс-100 занимался тоже доктор технических наук профессора совместно работали работал он тесно с шкабардином министром примен прибор доктор технических наук профессор министр мин прибора возготовил изготовлял напрямую выходил он на него и решал все вопросы чем же занимался прангешвили но в последнее время вот одна из последних его статей это повышение эффективности управления социально-экономическими системами ну социально-экономические системы это наше государство там в этой статье он отмечает что в государство это уже пятый год но он уже увидел там системный крупные кризис системное управление и предлагает решение здесь одни в коллективе вот автор здесь предлагает решение этой задачи какими методами здесь они предлагают системный кризис управления решить пятью методами двумя пятью подходы метод золотого сечения вот кстати говоря он сейчас везде пошел от метод золотого сечения и везде начал к нему большой интерес везде даже строители новые таблицы новых таблиц менделеева начали использовать этот материал в частности вот здесь на ютюбе есть канал такого ученого ну некоторые ученые называются естественные испытатели природы это который собирается на чистых прудах не чистая организация естественные испытатели природы вот ловчиков чистое естество изучатель природы и он там предлагает вот систему такую вести вот эту систему золотого сечения формирование вот этой вот таблицы менделеев частности вообще он там более общие такие закономерности выводит природные и прангишвили видите это же тоже занялся этим не случайно он это подхватил идею все такое хорошо забытое старое применялось для этого они следовали государство некоторое великобританию там германию сша и прочее 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 швецию там крупные развиты в швейцарию и начали изучать структуру рынка структуру как в организациях за распределение зарплат товары цены на товары распределение зарплат и обнаружили следующее что в развитых странах которые хорошо развиты зарплата между допустим директора завода у него зарплата единица принимаем мы за единицу условную а у начальника цеха скажем 0.62 от этой единицы у следующего у мастера допустим уже будет 0.38 то есть 0.62 от этих 0.62 уже 0.62 в квадрате у следующего звена будет 0.62 от этих 0.38 и так далее по нисходящей до уборщицы вот такое там распределение зарплат также на рынке отмечено было ими что на рынке соотношение между максимально между минимальной ценой максимальной ценой и минимальной составляет коэффициент золотого сечения 0.62 примерно если за единицу взять самая максимальная цена одного и того же товара допустим картошки за единицу взять то минимальная цена картошки будет 62 копейки если максимальный рубль и вот такая структура замечена этот один метод вот надо внедрять но у нас сами знаете он там верхушка снимается пенка полностью а внизу там уже остается там это и сейчас уже ученые он должен быть не только наукой но и как говорится как одежду починить и обувь подклеить вот это сейчас время у нас ученые это в россии сейчас зашивает носки когда в америке негр выбрасывает не стирает носки там выбрасывает эти шерстяные носки в урну прямо негры то есть я неграми условно простите меня как говорится если я не сильно политкорректно в этом афроамериканцы принято называть это у нас просто приезжают оттуда из америки они рассказывают эти вещи ну конечно вот эти методы когнитивного анализа рефлексивного управления системного подхода он еще другие методы предлагает и значит отмечает вот метод мягкого резонанса управления так как вот коллективе созревает какое-то вот недовольство такое то да все уже зреет зреет и в этот момент когда уже почти уже назрел вопрос небольшое значит смещение произвести с тем чтобы ускорить выход этого коллектива на новый этап чтобы от сеять вот это то что тормозило коллектив на выход на решение новых более высоких задач и эти тормоза пати потихонечку снять его в триггерном режиме то есть вот 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 этот триггерный толчок нужен для перевода системы на другой более уровень метод когнитивного анализа но это производится обычно на графах там сеть графов строится веса на ребрах даются веса вот этих работ или время или ресурсы и так далее и смотрится уже по методу теории перд известные раньше теории называлась перд сетевое управление а вот интересный метод рефлексивного управления рефлексивно здесь здесь занимается чем конкурентов дезинформирует ну в частности вот как муж вот дезинформации конкурентов для склонения его принять невыгодные для него решение информационная война вот как у нас было неверное решение было принято что а с другой стороны но нас и спасло как говорится когда американцы объявили о полетах на луну ну это тогда когда рейган был а рейган это известный актер голливуда же был он же актер голливуда и эта вещь была очень хорошо голливудом и стэнли кубрик там участвовал и все это снято было юрий мухин и многие другие вот показали в частности лобанов юрий лобанов юрий мухин вот это вот посмотрите ничего не осталось конечно никакой фото архива все исчезло все исчезло то есть как будто полетов не было сейчас спросить какой-то диск дайте посмотреть никто ничего не даст потому что все исчезло а этот грунт он просто оказался земной грунт он от земного ничем не отличался то что они там привезли в общем есть такая гипотеза она очень верная но это вот так как раз к этой разряде дезинформация если кеннеди поставил на луну как говорится это в серьезном плане он поставил то рейган дальше это все исполнил даже не было ни двигателей не ракетных ничего сейчас покупать до сих пор у нас двигатели и никаких предпосылок к полету не было это ракета она поднималась и тут же катапультировались эти ребята в океанах в атлантический океан вот ну естественно туда запущены было там период переотражатели там эти вещи все это железо туда запущены заброшен но наши же первые забросили туда луна луна охота и отражатели тоже много забросили оптических для измерения расстояния до луны оптическими методами также американцы это ретранслятор туда и через передавали на одной частоте туда на другой уже шла передача телевизионные оттуда заготовлены она была снята отснята на полигоне этого кубрика стены кубрика вот вот такая была дезинформация то кстати дезинформация была вторая была по системе сои тоже что американцы запускает лазеры там это то лазерными сбивают это все но это было как говорится забросом вперед сделано как говорится еще никаких лазеров никакой мощности еще там энергетику надо было поднять типа как электростанции солнечные туда запустить сначала но это уже было не сделано сначала чтобы на лазера закачать накачку соответствующую и управление соответственно управление надо лазерным лучом этим нужно управлять точно чтобы попасть именно в цель вот поэтому вот это вот одна из таких и наши на перенапряглись вот это вот очень много организации занялись вот этими лазерами шкафы стоят вот до сих пор эти вот для накачки этих лазеров организации железо это груда вот осталось и лазерные то которые ну мощный лазер конечно создали но это уже другая энергетика не сразу было сделано а дезинформация была запущена как будто уже все сделано так же как вот сейчас вот жириновский он уже плотно этим занимается вот этим методом дезинформирования мы сейчас вот сделаем сейчас махнем рукой и китайцы все не проснетесь вообще ну это методом декомпозиции на более простые части ну это метод известный вот это такая статья 5 года ну естественно это 5 она критика там очень большая критика существующего способа управления и так далее это мало кого устраивало тем более вот несмотря на то что многолетнюю такую работу и он уже был восемь шестом году назначен генеральным конструктором асу т.п. атомных электростанций их не группа создала верхний уровень управления бушерская аэс несмотря на это вот такой уровень работ ответственности с подачи академика александрова он не был не член корреспондентом академии наука только грузинской академии грузинской и академиком российской федерации ну не выбирали знаю видимо вот связано с тем что там другой принцип был отбора в академике и плюс при такие честные прямоугольные люди это трудно в академии попасть надо быть политиком от науки они а тут такая правда она лилась из него рекой вот поэтому вот следует отметить что следующая статья вот он пишет 2003 год статья это методы декомпозиции систем на более простые части преобразование систем внешнего возмущения происходит через триггерный механизм он опять это вот и и вот о развитии науки здесь он пишет что тоже очень критический материал пишет что нету сейчас личности в на в науке личности исчезли потому что вся работа ведется вот в коллективе в большом коллективе и здесь и во первых вклад отдельной личности не заметен и в то же время ответственность она размывается пока по коллективу и никакой несколько как говорится никто не к ответственности никого привлечь ну и говорит что вот всякая организация она назначена чтобы энтропии то уменьшать энтропию но это не получается в каждой организации по некоторым параметрам энтропия растет по некоторым она убывает только по некоторым а по другим она растет вот такие дела и и эти вот проблемы я думаю что вот выйдя на такой вот уровень управления общественными информациями от технических систем к управлению вот этими общественными формациями он конечно сократил себе вот этим жизнь мне кажется скоропостижно он скончался очень в шестом году 2006 году 28 февраля как раз ему будет 10 лет память его отмечаем но еще след отметить что у него был соратник такой ануашвили и они вместе с ним сделали открытие очень существенное по радиолокации вот в радиолокации у нас же как там происходит мы излучаем сигнал он попадает на цель от цели отражается и мы его анализируем когда он придет сюда ну появились новые цели которые не отражают сигнал вот такие как стелс с подачи нашего уже ученого уфимцева уфимцева книжка 56 года по моему издание метод краевых волн в теории дифракции он опубликовал эту книжку сразу же цирку хапнула и начали они стелс лепить у него и все из плоскостей эта система сделана из плоскостей на каждую плоскость падает и уже к радиолокатора не идет это арас распыляется в пространство во все стороны вот прангишвили он как говорится его можно назвать сокрушителем этого стелса вместе с ануашвили они на публиковали статью тут в трудах проблем управления она за в чем заключается парадокс парадокс этого открытия в том что они обнаружили что если вычесть сигнал отражу полезный сигнал там же сигнал приходит с помехами от местных целей отражения и так далее от атмосферных всяких явлений отражение идут и создают там ну на экране если смотреть зеленый экран сплошная сполохи зеленая засветка цели может быть и не видно на них вот они обратили внимание что если усреднить сигналы и помехи и полезный сигнал и если полезный сигнал не принять во внимание вычесть его из общего сигнала то мы увидим объект в виде уже такой черной точки то есть вот объект загораживает помеху то то которую это и поэтому он для поймем когда мы вычитаем этот сигнал сигнал полезный вычитается и он вычитает и помеху из помехи его тоже можно вычесть и вот такой принцип это проду парадоксальный конечно это на уровне открытия и в результате этого стелсы они сведены сейчас на ноль его может сбить любой такой вот система с такой обработкой информации вычисление среднего излучаемого сигнала но сейчас конечно пошли более такой совершенный путь то есть вообще не излучается сигнал никакой никакой сигнал не излучается а регистрируются только те сигналы которые идут к нам из космоса только те сигнал они и этот вот объект он загораживает эти все естественные сигналы то есть пассивность радиолокационной системы она не замене защищенный и и незаметную эту систему то есть ее разрушить нельзя засечь нельзя самолета и и не видно а самолет будет виден самолет или ракета они будут видны этой пассивной системы которые фактически закрывает наше естественное излучение которое к нам идет из космоса определенных частотах конечно то есть вот работа прангешвили в этом отношении она как бы революционная такая вот поэтому я как вот студент в области радиолокации я поэтому обратил внимание на этого товарища тем более с ним был связан с его с его направлением работ изучал на протяжении нескольких лет и мне нравился он как человек как ученый считая его одним из образцов советской школы именно что из простого паренька из села диди грузинского села диди превратился в академика грузинской кстати говоря грузия она богата на талантливейших людей если будет возможность такое то и мне бы хотелось в следующий раз рассказать вам соответствующему юбилею об академике мус хилишвили но это математик конечно вклад его редко мы замечаем таких крупных ученых как вот я говорил про лейбница езжу здесь у нас доклады про лейбница кто слышал лейбница мало кто я говорю ленин то в империализме империокритицизме не ссылается только философских тетрадях которые мало кто изучает а маркс энгель ссылаются на него на лейбница а сейчас уже последующего сейчас взять вот про науку взять вот философию может постепенно все философии философами становимся к определенному времени и вот кто у нас сейчас философии занимается теории познания этими вопросами которыми лейбница занимался у него же есть опыт о человеческом разумении новые опыты о человеческом разумении в ответ на книгу локко локко это известный которого относят предкам материалистов как говорится пращур материалистов у лейбница вот такая толстая книга ну как-нибудь покажу я ее есть она у меня об этом книга теории познания материализм империокритицизм это известная книга она тоже полностью посвящена теории познания марксистско-ленинскому подходу и критике соответственно буржуарных и идеалистических концепций теории познания так вот сейчас этим вопросом занимается некто вот лекторский и этот лекторский он тоже не ссылается он как ленин уже у кого если ленин не ссылаться на лейбница чего я на него буду ссылаться нигде ни в одной статье у него нет ссылок на лейбница вот взять третье издание советской энциклопедии третье издание вот это письма там много томов этих 50 30 томов 30 с того и с дополнениями так вот там статья есть по теории познания подписаны лекторский когда он еще начинал эту свою деятельность в институте философии и последние статья взять вот он последние статьи публикует в журнале вопрос философии да вообще нигде ни одной ссылки по этим вопросам он публикует не публикует и ссылается мало того что ну вот это вот релятивизм считает болезнью современной философии а лебнец наоборот он считал что пространство и время это сугубо вещи относительные естественно не должно быть материи привязан то есть лебнец более материалист оказался чем вот хамелеон академик лекторский который при советской власти был материалистом а сейчас он уже это релятивизм отрицает и ищет абсолютную истину которую мы только по экспоненте можем приближаться это известно даже из марксизма вот такие дела то есть и в то же время есть такие люди ну вот в частности вот что он науки у нас самый крупный ученый если взять это начало прошлого века менделеев этот менделеев несчастный хоть у него там чем богат он трудами и детьми богат детей много наплодил и томов там у него 25 томов по 50 печатных листов каждый очень плодовитый химик был и даже его он не был академиком академии российской академии и на домевской премии его никто не представил хотя вот таблицы менделеева все с успехом пользуются и даже пытается ее эту улучшить как-то сейчас вот таким образом но тем не менее наука то продолжается и не всегда она как говорится двигается только вот нашими высшими академиками которые признаны действительными членами академии наук или членами корреспондентами академии наук нет вовсе нет она двигается еще снизу вот с этих вот аспирантами докторантами и простыми людьми энтузиастами которые сейчас очень много энтузиастов кстати говоря вот это очень полезно послушать мы студенты нам полезно послушать вот этот канал ловчикова ловчикова на ютюбе он даже там отзывы есть на него пишут ох наконец-то ты опубликовал свое новое видео рада до того зрители это все равно как ждут выступление вот юлия латыниной вот две недели ее нет уже народ все в панике где где юлия латынина так же вот этот вот ловчиков оригинально мыслящий человек вот такие люди они тоже помогают ну и как раз и лебнец он рекомендовал не отбрасывать вот это вот то что сейчас у нас называют вот лжея наука и все искать не там зернышки какие-то зернышки и вот эти вот зернышки ценные я как раз вам показал на примере вот простого этого мальчика из села диди что он вот не спроверг это стелс наши опасных противников в конечном счете и вывел закономерности которые позволяют нам построить управление государством правильное управление гармоничное ну об этом вот и молодой тоже ловчиков вот это ему 50 лет только этому ловчику никаких у него ни степеней ни званий но мыслит он не хуже академика некоторого некоторые академики мыслит гораздо хуже особенно которые подвигают государство к расходам которые не дают дают нулевые результаты а расходы большие ну это как вот допустим олимпиаду сделать в сочи теплых местах зимнюю олимпиаду в сочи а у нас 60 процентов территории вечно мерзлота казалось бы где там олимпиаду надо где-то в свердловске или там где-то зимнюю олимпиаду-то делать в новосибирске в свердловске нет надо почему-то в сочи ну это тоже академик какой-нибудь посоветовал вот мы сегодня с вами и отмечаем этот праздник поднимаем за всех ученых за и за нас которые естество вот мы не естество испытатели мы естество познаватели природы с вами студенты и будем с вами здоровы и долгих лет нам жизни и здоровья всего доброго до следующих встреч